Ютуба слушатели, привет! С вами Тарас Юрист на моем канале. Я думаю, пора вернуть старую добрую рубрику, что нам ждать от следующего месяца. Поскольку следующий месяц это октябрь, то в этом видеоролике поговорим о том, что нам ждать от октября месяца. Думаю, друзья, здесь надо начать с темы водителей. Поскольку я знаю, что многие мои зрители являются любителями и профессионалами по вождению транспортных средств, то поговорим о тех изменениях, которые начнут действовать с октября месяца. Первое, на чем бы я хотел на голосы, скажем так, поставить ударение, это то, что с 1 октября у нас вступает вот это правило, которое каждый год действует, что за пределами населенного пункта, вне зависимости от того, ночь, день, время суток какое, необходимо включать либо ходовые огни, либо ближний свет фарм. Поэтому, друзья, не попадайте, не нарывайтесь на сотрудников полиции и можете уже вполне начинать к этому привыкать. Если вы куда-то ездите между городами, включайте, соответственно, свет фар, чтобы сотрудники полиции лишний раз вас не останавливали и не рассказывали всякие там страшные истории, которые они очень любят рассказывать. Далее, по поводу штрафов. Что у нас там со штрафами? Штрафами. Штрафы для большегрузов, для фур, называйте их как угодно, от 8500 до 51 тысячи гривен. Такие достаточно значительные штрафы хотят сделать с 1 октября. 102 комплекса автоматической фиксации появятся и начнут работать по всей территории Украины до конца этого года. Это означает, что транспортное средство двигается, если есть перевес, то автоматически все это фиксируется, автоматически отсылается, то есть люди убираются от вот этой всей процедуры, чтобы не было коррупции. Также, если водитель большегруза не будет останавливаться по требованию сотрудника трансбеспеки, трансинспекции вот этой, то тоже будут штрафовать. Кроме того, уже об этом нововведении я в каком-то из своих видеороликов упоминал, он же касается водительских удостовений. Будет изменена форма. В чем она заключается? Если человек обучался на автокурсах, на автомате, автоматическая трансмиссия, то это будет отмечено в водительском удостовении. На механической, значит он имеет право ездить на механической. Вот такие вот будут изменения, что касается транспортных средств и водителей. Тормози, тормози, мать твою! Дура! Тормози! Также в этом видеоролике я хотел поговорить о карантине. Карантин у нас в очередной раз продлили, и новшество, я думаю, вы знаете, что вся Украина попала в желтую зону. Кроме того, многие регионы уже говорят, что там вот-вот могут попереходить в красную зону. То есть карантин, я уже как в одном своем видеоролике рассказывал, судя по плану, будет до 2025 года. Будет это все происходить у нас в мире, и, естественно, наша страна тоже не будет исключением по поводу этих всех карантинных ограничений. Но новшествами, скажем так, нововведением этой осени, я думаю, многие из вас знают, что сказали, что не будет таких ограничений, будет гораздо больше свобод для тех людей, которые вакцинируются. То есть будет, опять же, разделение на вакцинированных, на невакцинированных. Люди, которые вакцинировались хотя бы одной дозой, а если двумя, то вообще замечательно. У них будет больше прав, будет больше свобод. Но, как говорится, поживем, увидим, что там будет. Красная зона у нас еще пока ни в одном регионе не началась, но, я думаю, вполне возможно, что с октября месяца это все произойдет. Не доводите питание до закрытия закладов, нужно вакцинироваться. Хочешь не вакцинироваться, сиди дома, не ходи в рестораны, не ходи в школу, не ходи в другую. Дорогие друзья, я уверен, что вы не знали о том, что в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект, согласно которого депутатов Верховной Рады хотят проверять. Проверять у врачей. У каких, вы спросите? Наверное, что-то связано с вакцинацией? Нет, друзья. 50% депутатов, кстати, депутатов только лишь вакцинировалось. У врачей психиатра и нарколога хотят делать эти проверки. Вся эта информация не входит в мои основные выпуски на ютубе. Вся эта информация есть в моем телеграм-канале. Поэтому, кому интересно что-то новое, то, что не входит по понятным причинам в основные выпуски на ютубе, переходите, ссылочка в описании, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Жду вас в телеграме. Тарифы. Что у нас с тарифами ЖКХ с 1 октября, дорогие друзья? Конечно, все идет к худшему, я думаю, вы это понимаете, то есть идет к подорожанию. Обещают, что тарифы на тепло вырастут до 40% в зависимости от региона. То есть мы опять же будем отдавать больше денег в пользу наших с вами мужновладцев, в пользу этих всех воров и олигархов. Кроме того, друзья, что у нас будет с тарифами на электроэнергию? Я уже записывал честно об этом видеоролик, но поскольку это все вступает с 1 октября, думаю, стоит это повторить и стоит опять это рассказать. Я думаю, вы все знаете, что сейчас тариф гривна 68. Этот тариф изменится, его хотят уменьшить. То есть раньше, когда-то кто-то правильно мне в комментариях написал, его подняли, подняли значительно, а сейчас вот на чуть-чуть уменьшили. Как говорится, возрадуйтесь и отблагодарите зеленую команду вместе с Зеленским. Тариф будет уменьшен до гривны 44. Но тут есть одно небольшое но. В чем заключается это но? Сейчас я постараюсь вам объяснить. 250 кВт, если вы используете до 250 кВт, это означает, что вы платите по гривне 44. Если больше 250 кВт, то вы уже платите по тарифу, который сейчас гривна 68. Но это только для физических лиц. Для юридических лиц понятно, что тариф другой, он вырастает, подрастает. Я думаю, вы понимаете, что юридические лица, это те лица, которые что-то производят, товары, услуги, независимости, то, что мы с вами потребляем. Если для них вырастает, то они же за это не платят, естественно. За это платит кто? Мы с вами, конечные потребители услуг. С 1 октября лучшая армия мира ждет вас, дорогие друзья. Если вам повезло, что вы от 18 до 27 лет, у вас нету освобождения от срочки по каким-либо причинам обучения, то, как говорится, у вас есть такая уникальная, замечательная возможность отдать долг родине и послужить в украинской армии. Кабинет министров утвердил численность наших граждан, которых призовут для службы вооруженных сил Украины. Кроме того, хочу заметить, что на вот это все выделили на призыв, на вот этот осенний 69 миллионов гривен, чтобы призыв прошел хорошо, чтобы всех призвать. Всего в армию призовут 13 575 человек, в том числе в вооруженные силы 6,5 тысяч, в госспецтранслужбу 600 человек, в нацгвардии 4 775 человек, в государственная пограничная служба 1700 человек. С 1 октября и до конца года, до 31 декабря будет проходить этот призыв. Медичные комиссии забезпечены усім необходимым для работы, инструментариям, засобами индивидуального захисту, дезинфекторами. Кожен призывник, который не получил вооруженный комиссариат, будет передано, соответственно, до нормативных документов. Его призывание будет передано до розшуку в органи национальной полиции, на его административное затримание с метою притягивания до административной ответственности и будет доставлено в вооруженный комиссариат. Хочу завершить этот видеоролик рассказом о пенсиях. Обещают с 1 октября 2021 года сделать прибавочку в пенсии. Всем пенсионерам по пару сотен гривен, в зависимости от того, как они там себе накаледуют в Министерстве социальной политики. Кроме того, для лиц, которым посчастливилось в Украине дожить до 75 лет, то есть 75 до 80, им обещают прибавить целых 400 гривен. Но на часе правильная пенсийная реформа, не параметричная, а комплексная. Поэтому все усилия ГИЛОК-влади мают быть спрямованы на три ключевые позиции. Первое – это нужно восстановить справедливость в солидарной системе. И мы уже готовим законопроект про реформу системы державных гарантий поддержки доходов непрацездатных людей. Второе – нужно провести обвязковую накопичевальную пенсийную систему и развивать добровольные пенсийные накопичения. И наступное – мы хотим обеспечить для каждого человека поважного века доступность необходимых социальных послуг, гарантованого обсягу и качества, соответственно, и индивидуальных потреб. Эти три складовые, которые я сейчас перераховала, это основа стала национальной системы социального захиста, которая будет поклываться про и сегодняшних пенсионеров, и тех пенсионеров, у которых из разных объективных причин не будет достаточно стажа для пенсии. Но она и так же даёт перспективу для молодых. Это означает, дорогие друзья, что, как всегда, пенсионеры могут себе ни в чём не отказывать. На этом, друзья, я думаю, закончим наше с вами общение. Если видеоролик понравился, вы знаете, что делать. Подпишитесь на мой канал, кто ещё не подписался. Благодарю за внимание. Люблю вас, целую и обнимаю. Ваш Тарас.